Я, в принципе, верю в атомную энергию. Если люди не поддержат, если общество не поддержит такой проект, то и станций не будет. Насчет специалистов действительно нет, их надо, потому что в университете я еще когда учился, у меня еще была ядерная физика, сейчас ее давно нет. Это проект малой атомной электростанции, которую планируется построить в Эстонии. Возможно, их будет две. Каждая станция будет иметь по два малых модульных реактора. Обычный реактор на стандартной АЭС имеет мощность от 1000 до 1600 мегаватт. В данном случае мощность реактора составляет до 300 мегаватт. На объекте планируется установка малых модульных реакторов компании Hitachi BWRX300. Потенциальные места строительства – Ляйена и Идевирума. Прелесть тоже вот этих реакторов малой мощности, модульных, стоит в том, что, в принципе, они очень хорошо подходят и для таких небольших стран, как Эстония и Латвия. Важнейшим фактором при строительстве является цена. Малая станция обойдется в миллиард евро, в то время как большая – в 4 или даже 5 миллиардов евро. Себестоимость мегаватт-часа – 50-60 евро. Также, по словам профессора Ленкевича, у данного типа электростанций меньше активная зона реактора. А чем она меньше, тем меньше проблем с безопасностью. Конечно, этот реактор, он уже разрабатывался после, учитывая печальный опыт многих аварий. И в таких реакторах сейчас используется глубокая защита, так называемая, когда не требуется даже электроснабжение реактора для его расхолаживания. В 2010 году Польша, Литва и Латвия уже почти договорились о строительстве новой АЭС. Тогда подрядчиками выступали компании «Дженерал Электрик» и «Хитач». Однако в 2011 году случилась авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Причиной стала цунами. Волна преодолела 9-метровую дамбу, на станции пропало электричество. Произошел взрыв водорода. Резервные электрогенераторы были залиты водой. Авария негативно повлияла на развитие атомной энергетики во всем мире. Например, Германия полностью отказалась от атомных АЭС. И только в январе этого года Европейский Союз после двух лет консультаций и многочисленных протестов внес природный газ и атомную энергию в зеленые виды энергии. В Европе есть такой документ, так называемая таксономия. Это документ, который прописывает, куда рекомендуется инвестировать инвесторам в области энергетики. И в виде исключения в этом переходной период предлагается, что можно будет инвестировать и в газовые источники, и в ядерную энергетику. Инициаторы эстонского проекта предложили построить одну атомную электростанцию и в Латвии. Недавно эта идея получила поддержку и у латвийских политиков. Особый интерес появился после начала войны в Украине. Думаю, это был бы очень хороший такой проект совместный между Балтийскими государствами, скажем так, между Латвией и Эстонией. Есть планы, где мы можем привлечь шведские и канадские индустрии, которые это строят очень, скажем так, интенсивно и хорошо, и с хорошим квалитетом. И, исходя из этого, я думаю, что если мы можем прийти здесь к такому политическому договору, что мы должны это делать, то это надо делать, и это отобряю, потому что я, в принципе, верю в атомную энергию. Я думаю, что это чистая, хорошая энергия. Тем более мы можем здесь получить деньги тоже из Европейского Союза. Кроме этого, на 2025 год в Латвии запланировано отключение от российской сети Брелл – единого энергетического кольца. Сейчас частота тока в 50 Гц в латвийской электросети поддерживает Россия со счет работы каскада волжских газ. Базовая мощность латвийской энергетики держится за счет стабильности электростанций ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, которые работают на природном газе, львиную долю которого Латвия получает с востока. Нужна диверсификация, считают политики. В Министерстве экономики и в компании Латвэнерго знают о предложении эстонцев, но пока изучают рынок предложений. Есть другие технологии этих модульных станций. Например, есть такой New Scale технологии, которые, альтернатива, с которой мы тоже говорили с производителем в Америке. Они будут производить, если не ошибаюсь, в Польше и в Румынии. Мы не можем сказать, что мы уже выбрали какого-то конкретного поставщика. Об этом еще рано говорить. Есть потенциальные проекты, которые предлагаются. И очень важны будут первые введенные проекты. И действительно, пока реализованных проектов малых модульных станций, которые предполагается построить в Эстонии, в мире еще нет. Строительство первого реактора такого типа начнется в Канаде в 2024-2025 году для компании Ontario Power Generation, а коммерческое использование в 2027-2028 году. Также началу строительства атомной электростанции в любой стране предшествует долгий подготовительный процесс. Все начинается с поддержки общества. Это действительно проблема. Если люди не поддержат, если общество не поддержит такой проект, то и станций не будет. По словам заместителя директора Института физики твердого тела Андриса Штенбергса, в Латвии такая поддержка пока не высока. Кто за ядерное в Латвии, там 15%. Это народ против этого практически до сих пор. Там есть и солнце на первом месте, даже ветер там неплохо, даже маленькие ГЭС там больше процентов, которые вредны, конечно, в общем. Во вторую очередь Латвии нужен специальный закон, регулирующий атомную энергетику. Также страна и реализующая проект компания берут на себя обязательства перед МАГАТЭ, Международным агентством по атомной энергетике. Мы с нашей стороны видим, что такое как выработка или анализ ситуации происходит. И мы видим с нашей стороны, что такой оптимальный период мог бы быть конец следующего года, или в течение следующего года, когда мы в Латвии могли бы высмотреть, как выработать национальную программу следующих шагов, как анализировать, годно ли наши места в Латвии и наша система для реализации малых модульных атомных станций. Появятся и обязательства по захоронению ядерных отходов. Так, например, специалисты говорят, что в той же Эстонии лучшая геологическая структура для хранения опасных материалов. Там есть выход скальной породы на поверхность, и отходы можно будет захоранивать в глубоких шахтах. У Латвии с геологией дела обстоят хуже. То, что важно, что в результате работы такого объекта появляются использованные ядерное топливо и радиоактивные отходы. Это все останется наследием для будущих поколений. Оценивая создание таких объектов, и неважно, больших или модульных, надо понять, какой будет эта система обслуживания отходов, и где мы их будем хранить, в каком месте. Предполагаемое место захоронения – действующее хранилище опасных отходов в Балдене, где уже хранятся ядерные материалы с Саласпилского реактора. Однако в Центре радиационной безопасности прогнозируют тяжелые переговоры об этом с Кековским самоуправлением. Ведь хранилище придется расширять. Кроме этого, новой АЭС потребуются специалисты. Это не просто люди, которые будут нажимать кнопки на пульте управления станции. Они должны понимать физические процессы, которые происходят внутри. Ну, насчет специалистов действительно нет. Их надо, потому что в университете я еще когда учился, у меня еще была ядерная физика. Сейчас ее давно нет. Так что от идеи строительства и до реализации проекта надо проделать огромный путь. В той же Эстонии процесс будет очень долгим. До 2023 года проходит период предварительных исследований. На следующем этапе, с 2023 по 2027 годы, будут выбирать место для строительства с оценкой влияния АЭС на окружающую среду. Необходимо будет провести переговоры с общественностью. Затем еще один этап. Он продлится до 2030 года. Это период лицензирования. Переговоры с МАГАТЭ. Ну, а потом до 2034 года, собственно, само строительство. Первый киловатт оттуда потребители получат только в 2034 году. Латвия же пока находится только в начале периода предварительных исследований. Личное дело Данила Смирнова, РусЛСМ.